прием прием добрый вечер сегодня расскажу как подключить бойлер одесского производства новотек так называемый 8 серийный номер его серийный номер сейчас секундочку он называется водонагревач электричный стандарт nt-s английская 50 50 литровый мощностью 1200 ватт объемом 50 литров вот здесь есть вот он извините за качество видео вот его характеристики производится данный данный бойлер в одессе вот решили купить такой же потому что у нас до этого был такой же только 100 стоял нас более пяти лет 5-7 у нас от служил и в результате потек потек отсюда и отсюда и здесь вода образовалась то есть когда мы разобрали его там есть видео называется что что находится внутри более называется видео тоже на этом же канале можете посмотреть коротко он идет без шнура вот что должно быть сечение не менее полтора медный и не менее 2 и 5 если алюминиевый провод у меня остался от старого бойлера от такого же вот такой сечение это полтора медный вот подключаем все очень просто неважно плюс минус за за очистили 1 шнур 2 и присоединили это плюс минус или минус плюс неважно плюс закрепляем землю эта земля в знак земли вот закручиваем все это дело вот хорошо тщательно тут у нас по моему вот ключик на 10 зажимаем хорошенько уже земля это тоже наша безопасность на корпус ударит то громад вот то есть все снимется пойдет землю никого не будет трясти вот и так земля затянута проверяем клеммы все затянуто здесь такой хомутик мы его тоже зажимаем тщательно он такой как бы он просто не то что он удерживать он просто чтобы они не гуляла подключаем тут идет такая вот обнаружил что не за непосредственно лампочка диодная она подключается вот такие две то такие дырочки тоже не играют роли там плюс минус просто просто подключаем вот таким вот макаром и все то есть здесь ровненько чтоб ничего не когда ведь вот и так и viktig это он штучка вот Victor называется термостат это минус в эту сторону то есть меньше времени нагрева в эту сторону больше времени нагревает соответственно здесь сюда в эту сторону будет вода think холоднее в более то есть меньше её будет в то что она больше я поставлю тут есть две точки и одна я напротив двух точек поставлю уже проверял, нам как раз этого количества горячей воды хватает надолго вот я выставил все зажато я эти поджал, рекомендуют фирменные изготовители рекомендуют поджать по кресту, раз, два три, четыре, пять, шесть то есть ты не сразу зажимаешь их по кругу а просто их по кресту, сначала этот потом этот или этот соответственно потом этот, этот, этот ну и так вот, вот так раз, два раз, два, то есть поджимаю, этот поджал этот поджал, этот поджал, этот поджал потом этот поджал, этот поджал каким вот образом крестом идешь зажимаешься я зажал, все в порядке земля, лампочка и две эти фазы наши плюс-минус подключены закрываем закрываем это дело, все вот у нас возникла какая-то проблемка я вижу котец немножко добавить туда кабеля поправил этот кабель сам и два два последних шурупа вот раз два я лично люблю детали чтобы все было до мелочей проверено потому что именно детали они как бы играют в основную роль нашей жизни там где-то не дожал не досмотрел там что-то потекло и в итоге короче мы имеем проблемы глобальная потом вот зажимаем все тщательно все зажали тщательно сейчас остановлю паузу и продолжим еще там видео я покажу сборку труб вот сборка трубки вот мы замерили у нас это 40 сантиметров трубка обычная с резинкой с прокладкой плюс купили идет в комплекте с бойлером вот такой вот обратный клапан для чего он ну казалось мелочная вещь то есть если я прочитал в интернете что может взорваться бойлер от того что пересбыток давления и вплоть до того что может выбить там перестенки могут люди даже погибнуть эта фишка для чего она когда нагревается короткий курс физики увеличивается объем это например избыток избыток давления образовывается в бойлере этот клапан он срабатывает обратную сторону и вот здесь вот такая дырочка спшикивает просто но остаток пара там то есть и стравливает и давление уменьшается тему таким образом как бы никаких проблем не возникает с бойлером второй момент что может произойти может произойти что заклинит термостат и будет вода паса нагреться то есть будет ну вода закипит в более что тоже придет к пересбытку давления как бы тоже может бабахнуть вот может разнести и бак как бы и люди могут пострадать и вот такой вот купили такой вот в комплекте я уже сказал и такая фишка мы купили ее в магазине там если эту штучку открутить я просто собрал уже там не такая решетка как бы чтоб для каких-то абразивного кого-то в трубах там разная если мусор и ржавчина и так далее и фум фум для чего фум обмотал здесь резьбу закрутил хорошо для этого такой вот ключ газовый здесь держал вот таким вот разводным крутил зажимал зажимал потом вкрутил шлангу папу крутил в маму в этот фильтр ну соответственно тоже фумом фумом тоже за фумом тоже резьбу уплотнил зажимал хорошо все то есть конструкция собрана это у нас будет идти соответственно мы сохраняем стрелки вот видите стрелка вот стрелка идет вот стрелка и вот стрелка а я понял то есть я собрал чуть неправильно короче должна стрелка сейчас разберу и отключу из вот эта стрелка должна идти совпадать с этой стрелка в одну сторону должно быть то есть вода у нас идет вот вот этой стороны у нас будет вода идти вот с трубы с трубы вот сюда вот затекать будет соответственно по стрелке и такой же самый купели шланг где-то там у нас на кухне такой же аналогично только здесь мама и здесь мама то есть не надо будет фум ничего обматывать там идет у ведут уже внутри вот такие вот резинки как бы то есть не обязательно там мастер рекомендую что не обязательно наматывать здесь нужно будет фумом намотать потому что здесь просто обычная железная покрашенная трубка вот и потом будем подсоединять если чуть попозже там еще расскажу принцип соединения и какие там еще детали есть пока значит ошибку исправил стрелочка вверх по направлению потока воды с крана и стрелочка вот вверх то есть вот вверх на это на клапане на обратном и вот вверх так что ссори технической зонтические неполадочки все исправили идем ставить подключать к воде еще увидимся пока до встречи значит все да еще один нюанс фумом заматываем ну вообще как бы я не делаю как бы не часто там делаю такие как бы скрепления чтобы была резьба видна то есть она там заматывать так чтоб типа там я думаю что здесь тоже продумала люди как бы пластмасска стоит вот и здесь у нас стоит вот такая вот там тоже пластмасса резьба принципе тонкая но принципе я к тому что надо сильно много фума наматывать чтобы такого было вроде как и фум как бы но и вроде как без хума без хума то есть чтобы четко все было у нас вот я обмотал фуму вот таким вот марка made in ukraine украина 12 миллиметров на 0 1 миллиметр точно фума вот это вот вот такой 12 метров ширина и толщина 0 1 миллиметра обмотал вот так вот его то есть и все что я хотел еще такую штучку сказать подключаем это я подключил уже мама мама вот мама вот мама и тут вот тут тоже чуть фума подтянул не сильно зажимаете потому что ну трубки желают лучше быть лучшим китай в принципе качество хорошие но ну не сильно зажимать короче ставим это обратный клапан накручиваем для этого тоже как быть на резьбу по чтобы не было каких-то там деталей нехороших у нас не идет то ли то ли то ли думаю что я опять таки фума много намотал вам советую сам делаю их противоположную вещь ключ разводной вот подтягиваем без фанатизма там без не надо сильно там зажимать потому что трубы металл не то что было раньше при советском союзе говорится знаете то есть все в меру и чтобы клапан тоже удобно стоял я вот думаю что вот так вот он будет то что нужно подтянуть потом еще можно будет краска там там еще кстати краска есть на трубе плюс фум думаю будет плотно все сейчас будем ставить еще наберем вас там на петли повесили сейчас я покажу какие петли сделали может кому-то тоже нужно будет там 1 петля и там такая же то есть такие вот соответственно высверливаешь пластмаску и вкручиваешь как называется пластмаска я не знаю дюбеля дюбель подключение к водопроводу холодная вода горячая вода вот для этого нужен ключ вот вот смазы смачиваем эти соединения для чего то чтобы на сухую газу нас ничего там не сповредилось короче говоря смочили водичкой чуть-чуть тут прокладки есть так что мы там не будем фунтом еще кстати осталось конопля на это веревка там плюс к это еще геометику это был то есть они будут там ничего менять просто вот так вот тут протру умами туалетный так вот раз уберу эти все там лишние залышки не потребны потребно и не нужны разного хлопа вот и так более новотек одесского производства подключаем к водопроводу божьей помощью подключаем опять закручиваем ребят не сильно потому что я говорил уже трубы они не шланги желают быть лучше на качестве китай это не сссеровский там который вы знаете там вот затягиваем то есть нормально затягиваем но не сильно холодную подключили подключаем горячую водичку горячую подключаем на резьбе там много этих разных наростей знаете ключиком нажимаем тоже опять-таки в мерах разумного не надо там знаете так сказать там сильно как бы извращаться потому что там паечка у нас хорошая такая идет вот то есть в мерах допустимого включаем воду проверяем не потекает ли нигде включаем воду так где-то покапало капает не с соединений которых я сделал то есть капает с купленного фильтра странно конечно сейчас может нам потянуть на там знаете бывает сейчас на паузу к час секундочку записывать значит эти ребят шум обнаружили подключили все потекла вода вот отсюда вот вот отсюда потекла вода вот вот с этого района вот где клеммы вот отсюда что сделал устранение затянул крестом не помогло взял ключ вот накидной с одной стороны и рожковой залезть сюда вот так вот между клеммами надел надел его хорошо и хорошо его подтянули так понимаю это болт для крепления там внутри и самого тена затянул без проблем все нормально все заработала вот то что рекомендую подтянуть болты обязательно именно с этих в этих моделях вот новотек на вас не новотек 50-литровая сп 50-м по-моему но вот так сп 50 и подтянуть и болты по кругу и подтянуть болт крепления болт крепления тена вот он вот он красный покажу вот он вот он вот он то есть не бойтесь ничего страшного не паникуйте аккуратненько сняли еще раз ту крышку прошлись по кругу в навкрыске как говорил и подтянули этот болт который держит сам этот я сейчас запишу еще отдельное видео коротенькое для тех кто там потому что не будешь в средине ролика искать почему потек все пауза пока вот такая вот картина у нас получилось вот что внимательно нужно быть там на по моему на 18 минуте этого ролика этом коврюш нужно если именно этот более вноватек одесского производства будет подтекать то нужно там просто пока наканка накрест там от этой крышка перри поджать болты крепления тэна вот и там посредине такой один болт его нужно ключом на 10 накидным под подтянуть ним не бояться в принципе все сделали к вывели в эксплуатацию его вот тут немножко это подтекает но незначительно вот только может конденсат холодной воды сейчас нагреется пока что еще на стрелка не поднялась пока что только вот начали вот принципе как бы посмотрим больше такой прослужил у нас 7 лет повторяю еще раз новая тэг одесского производства на улице средней делается вот украинского производства то есть стоит 1519 гривен на розетке ну вот плюс доставка там 80 гривен стауру всем удачи вводите правильно в эксплуатацию потому что от этого зависит в принципе вся техника ее работоспособность 99 процентов поломок из-за неправильной эксплуатации то есть читайте внимательно инструкцию подключаете ну и смотрите лучше практиков которые делают подобно как нам мы не специалисты я если честно подключил первый раз в жизни такой бойлер вот нет ничего сложного надеюсь кому-то этот ролик послужит всем удачи и благословений